Сельское хозяйство в Молдове имеет колоссальный потенциал, однако из-за войны в Украине и ее последствиях на сегодняшний день экспорт сельхозпродукции осуществляется в 14 стран вместо прежних 26. Об этом заявил министр сельского хозяйства Владимир Болин на встрече с миссией МВФ, которая находится с оценочным визитом в Кишиневе. В ходе встречи обе стороны обсудили вопросы страхования в сельском хозяйстве, основные задачи, стоящие перед отраслью, соглашение об экспорте зерна из Украины, а также перспективы агропромышленного комплекса. В ходе встречи вице-премьер-министр Владимир Болин сообщил о проблемах в аграрном секторе, в том числе о доступе к финансированию, чтобы фермеры стали более устойчивыми в условиях изменения климата. Он также отметил, что высокие цены на сырье привели к увеличению производственных затрат, и продукция стала неконкурентоспособной. Однако правительство уже приняло меры по поддержке фермеров. Сельское хозяйство для нас очень важно, и именно этот сектор может дать толчок для развития пищевой промышленности. Сельское хозяйство должно стать отраслью, способствующей экономическому развитию страны. Поэтому мы сосредоточимся на сбытии не сырья, а продукции с добавленной стоимостью. Мы стремимся создать цепочки создания стоимости, которые изменят положение фермеров. И это возможно, но для этого нам нужны кредитные линии под низкий процент и сроком погашения 7-10 лет. Это было бы решение, которое дало бы фермерам возможность развиваться. В данном контексте у нас есть модели партнерства, которые можно реализовать и в других сферах. Владимир Боря также отметил, что сельское хозяйство имеет колоссальный потенциал, который в настоящее время не используется в полной мере, и в связи с изменением климата нуждается в новом подходе. Речь идет о повышении урожайности, сотрудничестве производителей, практическом внедрении сельскохозяйственной науки, тщательном изучении культур, которые предстоит выращивать в различных районах. Вице-премьер также отметил, что инвестиции в сельское хозяйство необходимы и они обязательно дадут положительный экономический результат.